Мир вам, дорогая Церковь, братья и сёстры! Жил наш Господь. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он неизменен. Слава Господу! И сегодня мы можем прийти к Нему, что бы у нашей жизни ни происходило, можем отдать Ему своё сердце, свою жизнь. В Нём есть прощение грехов, в Нём есть исцеление, в Нём есть всё необходимое для каждого из нас. И мы очень благодарны Ему, что Он так близок к каждому из нас, что Он принимает нас. И для нас сегодня открыта эта хорошая дверь к Богу. Слава Господу! Меня зовут Виктор. Я тоже из Гомеля, из Церкви Божья Благодать. Трудимся вместе с Вячеславом. Я сам родился в Брестской области, Ляховицкий район. Покаялся в Барановичах, потом был в Церкви в Ляховичах. И в 95-м году я переехал в Гомель миссионером. Там трудился, образовалась церковь. И, вы знаете, я скажу, что самое радостное, что мы можем делать в своей жизни, когда приходит радость, это когда мы соглашаемся с волей Божьей в своей жизни. И я помню, когда Бог призывал меня поехать, и была борьба сначала. Но когда я согласился, и пришла большая радость, потому что когда мы соглашаемся с волей Божьей, то приходит радость в нашу жизнь. Слава Богу! И это принцип такой для всех нас, потому что всегда, когда мы боремся с Богом, спорим с Богом, мы никогда не будем счастливы. Но когда мы говорим Богу «да», приходит радость. Слава Господу! И вот этой радостью, которую Бог нам дал, радостная весть, благая весть, мы сегодня делимся там, в той местности, где мы живем. Проповедуем Слово Божие. Там намного меньше церквей, чем в Минской, или Брестской области. Но, слава Господу! Бог совершает свою работу сегодня для всех людей, потому что меняется все. Обстоятельства меняются, экономика меняется, какие-то еще другие вещи меняются. Но Слово Божие, оно не меняется никогда. И Евангелие неизменно. Слава Господу! Оно меняет жизнь так же, как и меняло раньше, меняет жизнь людей. Бог также спасает, исцеляет и благословляет. Слава Господу за это! Мы благодарны вам за ваше участие в нашей нужде, потому что у нас маленький дом молитвы, такой домик небольшой, и мы делаем сейчас реконструкцию, пристраиваем здание, потому что мы не помещаемся. Это хорошая проблема, которая есть у нас. Есть плохие проблемы, их надо решать, есть хорошие проблемы, которые нужно решать. И поэтому мы благодарны каждому за ваше участие. Пусть Бог благословит ваши дома, семьи, финансово благословит вас, духовно благословит. Потому что для нас это очень такая большая нужда, насущная. И дети из церкви, цыганский народ. Вчера была конференция, тоже наши были цыгане, и спасибо, что вы принимаете. Поэтому пусть Бог благословит вас, братья и сестры. Мы очень вам благодарны. Слава Господу! Я хочу поделиться сегодня Словом Божиим. Тоже небольшое слово, которое я хочу сказать для вас. И проповедь я назвал «Продолжай надеяться на Господа». Вы знаете, я люблю об этом говорить, потому что я сам это не раз переживал. Переживал трудные обстоятельства в своей жизни, переживала моя семья. Я видел, как переживали какие-то обстоятельства мои братья и сестры. И я понимаю разницу, когда ты надеешься на себя или когда тебе не на кого надеяться, и когда ты надеешься на Господа. Это разница огромная, братья и сестры. В прошлом году я переболел инсультом. Это было очень неожиданно для меня. И правая сторона практически частично только действовала. Сегодня, слава Богу, я практически восстановился, еще не совсем. И вы знаете, я вот знаю, насколько это важно, когда ты проходишь как раз-то какие-то испытания в своей жизни, вот иметь это твердое основание, фундамент, что есть на кого надеяться в твоей жизни. Вы знаете, я помню, когда я заболел, я помню эти первые дни, это было такое время тяжелое, как будто какая-то плита каменная тебя продавила, и кажется, ты молишься, и так далее, а ответа нет. И помню этот день, когда пришла какая-то победа, пришел мир в сердце, зная, что Бог, Он с нами. И вы знаете, я понял простую разницу, что иногда мы надеемся, зная, что Бог поможет, что Бог выйдет навстречу, что болезнь уйдет. Но вы знаете, вот болезнь не уходила первые дни, и я помню, когда я молился, я просто услышал этот голос, простой голос, «Я с тобой», и этого было достаточно. Пришел мир, потому что иногда у нас мир от того, что мы знаем, что Бог ответит, но когда ты просто знаешь, что Он с тобой, ты даже не знаешь, какой будет результат, но ты знаешь, что Он с тобой, Он не оставляет тебя, и в этом есть благословение. И сегодня, вот имея это короткое время, я хочу вдохновить вас. Я не знаю вашу жизнь, не знаю, что вы проходите сейчас в своей жизни, но я хочу вдохновить каждого из вас. Продолжай надеяться на Господа. Не опускай духовные свои руки, не ослабляй молитвы, продолжай верить. Если нужно что-то исправить, исправь, но обрати свой взор к Нему, потому что Божья любовь, она простерта к тебе сегодня. Слава Господу! Я прочитаю одно место Писания. Это Псалом 32. Давайте откроем с 12 стиха. Здесь написано, что говорит автор. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал, наследие Себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Слава Богу! И вот в 15 стихе я хотел бы сделать вот такой акцент на этом стихе. Здесь содержатся такие две простые истины. Первое. Бог создал нас. Бог создатель. Слава Богу! И вы знаете, Он нас создал, и Он лучше всех знает секреты для нашей жизни, потому что Он создатель. Он лучше всех знает, как прожить успешную, благословенную жизнь, как не промотать эту жизнь просто в пустую, по-напрасному. Он создал нас. Слава Господу! Это большое благословение. Вы знаете, грех всегда разделяет наши отношения с Богом. И по сути, грех – это строить свою жизнь без Бога. Но когда мы принимаем Христа в свое сердце, когда мы дам Ему свою жизнь, то в нашу жизнь приходит благословение. Слава Господу за это! Поэтому очень важно, не нужно бояться идти к Богу, нужно приходить к Нему, прибегать, что бы ни было в твоей жизни, приходи к Нему, ищи Его лица, ищи Его всем своим сердцем. Сегодня об этом говорили братья, и первая проповедь, и вторая. Ищи Его, потому что в Нем есть ответ для тебя. Что бы ни было разбито сегодня в твоей жизни, что бы ни было сломано в твоей жизни, какие бы ты ошибки не совершил в своей жизни, сегодня эта дверь открыта. Слава Господу! Иисус Христос, Он сегодня тот же. Аллилуйя! И Он наш Создатель, Он наш Творец. Вы знаете, Бог на самом деле очень великий. Он очень великий. Мы верующие говорим, что я познал Бога. Вы знаете, это правда, мы познали Бога, мы встретились с Ним. Но также это не совсем правда, потому что мы не совсем познали Его. Мы будем познавать Его всю свою жизнь, потому что Он великий, Его пути очень такие, тоже великие, и для каждого из нас. Слава нашему Господу! И мы можем Его сегодня познавать. Поэтому, когда и приходят трудности в нашу жизнь, мы не всегда понимаем, в чем смысл этих трудностей, почему они пришли, в чем причина. И иногда мы даже и не будем знать, но нам очень важно просто довериться. Просто довериться. И вы знаете, вот когда я в прошлом году заболел, и пришла эта болезнь в мою жизнь, вы знаете, первое пришло в сердце, это благодарение. «Господь, Ты знаешь меня, Господь, Ты любишь меня, Господь, Ты прощаешь, и Господь, Ты исцеляешь. Слава Господу!» И я помню, когда прошла неделя, и стала двигаться моя нога, и вы знаете, это было такое благознание, такая радость, потому что Бог никогда нас не оставляет. Слава Господу! Бог велик, и Он сотворил нас. И вторая истина, которая находится в этом стихе, это то, что написано, что Он вникает во все дела наши. Слава Богу за это! Вячеслав сегодня упоминал об этом. Он не просто нас сотворил, Он не просто нас оставил, Он не просто написал на небесах, что Он любит нас. Он вникает во все наши дела, и это огромное благословение. Для Него небезразлично твоя жизнь. Мы думаем, что Богу как бы важно то, что вот мы в доме молитвы. Это важно, да. Но когда мы уходим с дома молитвы, знаете, Богу важна твоя семья, твои дети, твоя работа, какой ты отец, какая мать, какой ты работник. Богу важны все наши мысли, потому что Он вникает во все наши дела. Слава Господу! И эта большая Божья любовь к нам открылась. Вы знаете, есть большая разница, когда мы говорим, что нужно надеяться на Господа. Есть большая разница, когда мы кому-то говорим, и у нас все хорошо, нам легко сказать, надеяться на Господа. Правда? Это нам ничего не стоит, но нам нужно говорить, потому что порой очень важно, чтобы нам кто-то сказал, что брат, не унывай, сестра, крепись, Бог любит тебя. И порой такое простое слово, оно играет большую роль в нашей жизни. Но разница есть в том, когда мы сами проходим какие-то испытания. И вы знаете, поэтому очень важно как бы иметь такие хорошие отношения с Богом, потому что, когда приходят испытания, просто слова не работают, просто какие-то написанные вещи не работают, работает то, что попадает в наше сердце. Вы помните эту историю, притчу о десяти девах, пять мудрых, пять неразумных? И там есть такая фраза, когда закончилось масло, они говорят, те, у которых закончилось, дайте нам вашего масла. Помните эту историю, да? Идите купите у тех, кто продает. Вы знаете, в духовном мире есть те вещи, которые нельзя взять в долг у кого-то, одолжить. Вот в этом мире мы можем что-то взять в долг, попользоваться, там, деньги, машина, что-то еще, квартиру можем взять в аренду. Но в духовном мире мы не можем взять в долг радость, веру у кого-то. Нам хорошо радоваться вместе, нам хорошо пить вместе. И когда порой мы поем вместе, радуемся, когда большое собрание наполняет Дух Святой, мы, кажется, такие сильные, но когда мы расходимся, когда мы попадаем в какие-то истории, как раз там должна срабатывать наша личная вера. И Бог хочет, чтобы наша вера была неподдельная, чтобы она была искренней от всего сердца. Чтобы мы сегодня имели эти хорошие, понятные взаимоотношения с Богом. И тогда у нас есть хорошая платформа для того, чтобы надеяться на Господа. Вы знаете, я помню, где-то лет, наверное, 7 назад пришла наша дочка со школы и говорит, ну что-то шея болит. Вот, ну болит, да болит там. Завтра пройдет, помолились, благословили. Завтра не проходит. Прошло еще несколько дней, появилась какая-то опухоль небольшая. Завели к врачу, те посмотрели, ну вроде бы ничего страшного. Говорят, так, маш себе какую-то мазью прописали. Дня 4 мазла, опухоль растет. Завели в другую поликлинику, вернее, не другую, к другому врачу. И те как-то сполошились, повезли нас в больницу, на обследование. И я помню, когда мы зашли к врачу, врачи говорят, что, скорее всего, что онкология. Вот. Были обследования несколько дней, почти неделю. Слава Господу, Диана с ней подтвердилась. Было очень такое сильное воспаление лимфоузлов. И мы долго лечились, 3 месяца. Но, вы знаете, я помню, когда я услышал эти слова, вот, один день, одно посещение, одна минута, вот было до и вот после. Онкология. Вот. Как мы родились с таким трудом этого ребенка, и была тяжелая беременность и так далее. И, вы знаете, я помню, насколько важно вот эти пришли мысли пересмотреть, чтобы не просто знать, не просто верить где-то в своем разуме, а чтобы иметь где-то глубоко в своем сердце вот это упование в веру в то, что Бог наш есть, Бог живой. Слава Господу. Я помню эти дни, первые дни, 3 дня, когда мы еще не знали ответа. Вот. Мы молились, и дня 3 это была какая-то бетонная плита. Нельзя было молиться. Я не спал и так далее. И помню, с женой мы стали на колени, мы помолились, и мы тоже услышали этот голос. Вот этот нежный голос Святого Духа. Бог не сказал, что я исцелю, что все будет хорошо, но мы услышали, что я люблю вас, и я с вами. И пришел мир, пришел Божий шалом. Слава Господу. Вы знаете, Бог, Он сотворил нас, и Он вникает во все наши дела. Слава Господу. Почему мы можем надеяться на Господа? Вы знаете, есть одна такая очень важная для этого причина. Есть Псалом 145, где говорится такие слова. Я хочу прочитать этот Псалом с 5 стиха по 10. Псалом 145. С 5 стиха по 10 здесь написано. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим». И смотрите, что делает Господь. «Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет сагбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой сион в род и род». Аллилуйя! Слава Господу! И вы знаете, вот через это местописание я однажды получил очень простое откровение. Я знаю, что мы любим такие глубокие откровения, чтобы поразмышлять, покопаться, да, порой такие запутанные. Но вы знаете, порой нам не хватает таких простых, ясных и четких откровений. И в нашей жизни, я говорю, у нас должен быть набор таких базовых откровений, простых откровений. Ну, к примеру, что Библия – это Слово Божие. Вы знаете, когда есть это откровение у тебя, ты не просто знаешь, что вот это книга, а что есть откровение – это Слово Божие. Ты чтишь это Слово. Для тебя это Слово – авторитет в твоей жизни. Когда какой-то выбор стоит, то для тебя этот выбор все сверяется на основании Писания. Почему? Не потому, что тебе там пастор сказал или кто-то сказал, а у тебя есть понимание откровения, что это Слово Божие. Это простое откровение. Вы знаете, простое откровение нам надо иметь о святости, чтобы не просто кто-то тебя учил, да будь ты святым, да не делай так, да не поступай так, а чтобы ты сам имел это откровение внутри себя, что Бог святой, и я его дитя, и я отображаю его природу, я письмо Христово в этом мире. И очень важно иметь такие простые откровения. И вот находясь когда-то тоже в таком положении, когда было тяжело, я читал это местописание, вы знаете, я получил простое откровение, Бог живой наш, аминь. Почему можем на Него уповать? Потому что Он живой. Ну, вы скажете, я знаю, какое же это откровение. Но вы знаете, это простое откровение, которое может поменять твою жизнь. Мы читали здесь, что Бог, Он сотворил небо, землю. Он делает то, что отверзает очи слепым. Он может восстановить сагбенных. Он хранит пришельца, сироту. Это Бог наш, которому мы верим. Слава Господу нашему. Потому что мы можем доверить Ему всю свою жизнь. Аллилуйя. Он живой. И вы знаете, вот это причина, почему мы можем доверять Ему сегодня в этой жизни. Почему мы можем приходить к Нему в этой жизни. Вы знаете, поэтому очень важно, чтобы мы начинали свою жизнь с благодарения. Потому что благодарить Бога – это очень важно. За что мы можем Бога благодарить? Первое – это просто замечать Его благословение в своей жизни. Да, братья и сестры? То, что Он для нас делает каждый день. То, что Он благословляет нас. То, что мы сегодня имеем в этой жизни. Многие люди этого не имеют. Мы имеем. И мы можем просто благодарить Бога. Вы знаете, в жизни мы принимаем очень много вещей, как что-то должное. Вот сегодня мы проснулись, и мы говорим, ну так и должно быть. Но многие люди не проснулись сегодня. Мы кушаем каждый день, одеваемся. И мы принимаем это как должное. Но люди многие этого не имеют. Поэтому надо за это благодарить Господа. Мы также можем благодарить Бога за то, что мы не понимаем. Вы знаете, как за это можно Бога благодарить? Но за это тоже важно Господа благодарить. Потому что если ты в руке Божьей, то Он будет вести тебя. Он будет направлять твою жизнь. Мы можем почитать в Библии много историй про Иосифа. Допустим, история книги Бытие. Он тоже не понимал Божий план до какого-то времени, до какой-то периода. Но он оставался Богу верным и благодарил Господа. Слава Богу за это. И мы тоже можем оставаться Господу верными и быть Ему благодарными. Потому что Он живой. Слава Богу. И в своей жизни я переживал это не раз, когда Бог отвечает, когда Бог благословляет, когда Бог исцеляет. Поэтому, братья и сестры, будем уповать на нашего Господа. Потому что Он верен, Он надежен. И Его сердце полно благодати и любви для того, чтобы спасать нам. Поэтому никогда не оставляй своего упования на Господа. Никогда не оставляй своего упования на Господа. Аминь. Давайте мы помолимся, поблагодарим Господа. И мы помолимся о том, чтобы у тех, кто сегодня может проходит такие тяжелые времена или испытания, чтобы вы не оставляли надежду на Господа, чтобы вы укрепились этой надеждой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!